Navi Gaming представляет Эксклюзивно от Navi Gaming Шоу Стоп Циберспорт с Эриком Цтли Аудио интервью с киберспортсменами и деятелями киберспорта А вне киберспортивной жизни www.navi.gg Привет-привет всем! Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен комментатору под псевдонимом Няшхарт А с ним, я думаю, мы не понужденно и не спеша обсудим много чего интересного и много о чем поговорим Тем более, что комментаторы, как правило, открытые, раскрепощенные, общительные Ну и все в этом духе Ну что ж, Няшхарт, привет! Рассказывай, как настроение? Что нового у тебя? Как вообще жизнь? Да, здравствуй! Ну, все хорошо, все действительно хорошо Нового особо-то уж ничего нету Занимаемся по-прежнему теми же самыми делами Комментируем игры для СНГ-комьюнити Нового, ну, как бы действительно, в принципе, ничего нету Как в старый год закончился, так новый начался Ничего не поменялось особо Сейчас вот Даг, Старладдер Ну, здорово только то, что становлюсь чуть более популярной И уже ежепаланом, скорее всего, это единственное, что меняется Вот, а так, в принципе, все то же самое Ну, я доволен то, что ничего не меняется Хотя бы, на самом деле, мне нравится так Стабильность Да, стабильность, это хоть какая-то стабильность, это, конечно, здорово Тебе приятно быть узнаваемым человеком? Да, действительно, да То есть даже на тех же самых попстомпах Когда тут подходит или автограф взять, или сфотографироваться Ну, это действительно приятно Потому что тебя узнают Я не знаю, как это будет в дальнейшем Да, допустим, лет через шесть Когда тебя уже, в принципе, может быть, все будут раздражать Или что-то в этом роде Ты будешь как-то странно относиться ко всему этому Но я стараюсь совсем То есть не известиться Не как-то совершать свою самооценку Стараюсь всем помочь Всем ответить Даже кто мне вконтакте пишет какие-то адекватные вопросы Я стараюсь действительно со всеми все это дело обсудить Ну, да, в принципе, приятно То, что людям нравится Просят фотографию или что-то в этом роде Это все очень даже здорово Как бы ты представился тем, кто о тебе никогда не слышал? Живу я в Москве Зовут меня Вадим Мне 17 лет Да, мне 17 Мне даже нет 18 То есть я на Старладере и летаю там в другую как бы страну Действительно все именно так Возможно, ну, как-то слегка молодоват, что ли Для этого всего Ну, хотя тот же самый, например, Зай Мы займ одного возраста Вот, он играет, я комментирую В принципе, 17-18 лет Резолюшн тоже, да, 18-летний То есть это нормальный возраст для киберспорта Все равно в любом случае Ничем, кроме доты Как бы, да, вот я именно не увлекаюсь В плане каких-то работ там дополнительных Или какой-то спорт Я занимался 10 лет хоккеем У меня довольно неплохо получалось Но я просто как-то очень сильно устал Решил бросить и отдохнуть от этого всего И вот как раз таки год, наверное, где-то 3 назад я познакомился с Дотой Ну и потом начал как-то комментировать это все дело потихонечку Что еще могу себе сказать? Занятий не так уж и много Естественно, как у всех других людей Личная жизнь Где-то там погулять, сходить Куда-то съездить, отдохнуть и так далее Ну и вот, в принципе, я думаю, все Учусь Учусь я в колледже Но в колледже я заканчиваю 11 класс То есть у меня вот так вот как-то вышло То, что нас перевели под колледж Но якобы будет написано, что мы заканчиваем какой-то колледж Но вроде мы заканчиваем 11 класс Но я там особо не появляюсь И все прекрасно понимают, чем я увлекаюсь, чем я занимаюсь У нас слишком молодые преподаватели По 24 года, по 23 Все знакомы с Дотой Ну, большинство Особенно мужчины знакомы с Дотой И меня спокойно отпускают И в Киев, и так далее Они смотрят твои стримы? Да, 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 да Вот так вот Поэтому на учебу я, в принципе, ну так Забиваю очень часто И вот у меня действительно есть только одно вот это увлечение пока что Больше ничего Только комментарии к Доте Скорее всего, все А почему ты так несерьезно к учебе относишься? У тебя нет каких-то планов там? Нет, у меня есть планы, естественно, как-то поступить в институт Но в институт я буду поступать на заочный Потому что, опять же, мы довольно-таки много комментируем У нас бывают игры и утром И Китай, и Азия та же самая И у нас бывает 2-3 дня подряд утром Приходится находить всегда время постоянно Потому что ты можешь сегодня вечером, завтра утром и так далее То есть у нас вот именно нет какого-то абсолютно расписания по дивизионам там, да, американским, европейским Мы комментируем все вместе и все сразу Вот, и я так понимаю, что на очном бесплатном Это будет крайне сложно совмещать Просто невозможно Поэтому я выберу какой-нибудь себе заочный Немножечко, как бы, естественно, там заплачу Потому что за все заочки платятся И буду готовиться, допустим, дома там в свое свободное время То есть мне так будет намного удобней А с регулярной учебой, ежедневной Я уже завязал, в принципе, наверное, еще года два назад Так, задаю какие-то экзамены Что-то учу Ну, троечки, четверочки То есть не сказать, что я плохо учусь и так далее Нет, более-менее Ну, а какой специальностью ты хотел бы овладеть? Ого Ну К чему тебя тянет? У меня вот было очень много мыслей на эту тему До того, когда я вообще начал комментировать Доту У меня была идея пойти на психолога Вау Да, я хотел себе психологическое образование Я хотел, не знаю, какого-то даже социального именно психолога Социальная психология Я прочитал там несколько книг То есть я довольно интересуюсь этим Смотрю разные фильмы про психологию То есть мне нравится узнавать, как думает человек в той или иной ситуации Как бы сделал он, как на него влияет общество и прочее То есть это действительно все довольно интересно И вот меня как-то потянуло на эту тему Я думал, что как раз-таки пойду туда Но сейчас немножко планы, конечно, изменились с этим всем Сейчас я понимаю то, что на психологии действительно нужно будет учиться Нужно будет там биологию знать полностью и так далее Нужно будет очень много сил на это все дело тратить А у меня такой возможности, скорее всего, не будет И буду стараться искать что-то себе как раз-таки под работу с комментариями Не знаю, может журналист какой-нибудь Может быть, как раз-таки действительно Ну, то есть любой институт, где нужно разговаривать Нужно что-то узнавать Радиоведущий Радиоведущий Ну, что-то вот такое Действительно буду себе подыскивать В принципе, и мне будет легко И, возможно, поможет моей стримерской карьере Ну, вот ты как-то мельком упомянул свою киберспортивную карьеру Подробнее, как ты стал комментатором? Да, я уже не раз отвечал на этот вопрос Отвечиваю еще и даже еще Вполне возможно, кто-то это пропустил Да-да-да, я тоже так думаю, действительно Потому что появился я действительно совсем недавно Все это прекрасно знают Буквально я появился 1 апреля, если быть точным Я появился в Старладере Отличный день 1 апреля, да Каспер упоминал, кстати Тоже на Стоп Сабер Спортс Он упоминал, значит, того, что он Ну, немножко помог мне Кинул как-то ссылочку Сказал, да что-то, да, хорошо Вот стрим там ту же самую аматорку Ну, и так далее Пробивайся дальше Как это все происходило? Я очень сильно заболел Я болел где-то, наверное, месяца полтора И мне было крайне скучно дома Я не знал, что делать Я играл во всякие там MMORPG Ничем толком не занимался Играл в Доту Просто И потом подумал, почему бы не постримить Потому что у меня есть довольно веселые знакомые Почему им просто не включить и не поиграть? Ну, так Несколько дней как раз-таки я занимался только этим Я просто играл в Доту Меня там смотрело 2-3 человека Ну, как так, заходили Вот, мне было достаточно То есть, мне было без разницы Потом Я подумал Если я умею разговаривать с людьми То есть, да, я довольно Внятно объясняю Внятно доношу информацию до людей Почему бы не поговорить Прямо перед публикой? Почему бы не попробовать? Ну, хотя бы просто, опять же, для себя И у меня знакомые Выступали на каком-то фасткапе Или на аматорском турнире На Старладере Ну, прям, действительно, буквально Самые-самые-самые низы Я по фанчику Ну, пойду, попробую, покомментирую Захожу в лобби Мне говорят, ты кто? Я говорю, я хочу покомментировать У меня такие, ну, давай, удачи Естественно, то, что мне сказали То, что я там, возможно, какой-то подставной Буду им всю инфу сливать На эту машина Старладеровская на фасткапах И я начал искать ссыль, где мне подать заявку Я довольно-таки долго искал Я не мог найти Я облазил все сайты Старладера Я писал туда заявки Думал, такой, ого, ну, как ты комментируешь Старладер и ту же самую аматорку Типа, это уже неплохо Вот, и параллельно в это время Я комментировал всякие клоузы Во всяких пабликах ВКонтакте Ну, то есть, набирался к какому-то Самому малейшему опыту Ну, вот, прям, действительно, привыкал Чувствовать себя в этой роли, что ли Вот, и буквально У меня, наверное, через четыре Мне через пять Я устал искать Я написал Роме Вот, просто написал Здравствуйте, Роман Не могли бы мне помочь Я вот ничего Вас там не прошу Просто мне нужна ссылка Я не знаю, где подавать заявку Я вот хочу найти Но не получается Обыскал уже действительно все, что только возможно И Рома это все дело прочитал И буквально через день Он мне отвечает Потому что кидай воды Я посмотрю Я такой, вау, вау, вау Надо воды быстренько что-то придумать Порезал я несколько водов Залил ему Ждал примерно неделю, пока он не ответит То есть, ну, ничего абсолютно не писал Просто ждал Я думал, что вообще про меня забыли И нужно дальше где-то что-то искать И потом Рома пишет Да, вот, как раз-таки смотрю воды Буквально минут через двадцать отвечу Ну, сказал то, что вроде все довольно неплохо с голосом Естественно, как постановка речи Нужно немножечко еще поправить Купить широкоэкранный монитор Шестнадцать на девять Потому что у меня был три на четыре, по-моему Вот И тогда Можно уже будет подавать заявку На ту же самую аматорку Там, да, или даже на про-серию Я такой, ого, про-серия Вот это да Вот я сразу же прибежал В этот же день Купил себе широкоэкранный монитор Прям сходу На следующий день пишу Я готов Давай, что делать Я Ну, все в боевой готовности Мне кидают ссылку Я там регистрируюсь Ну, как бы даю заявку Вконтакте, кстати Эта ссылка находится Если что, я думаю, кстати Даже выложу, может быть, ее куда-то Если кому-то интересно Кто-то хочет себя там попробовать Потестить Там очень, конечно Такой неприятный процесс Тебя спрашивают абсолютно все У тебя должен быть свой ютуб-канал Залито туда вот 720 Ты должен все абсолютно там Как-то это все сделать Да, помучился, конечно, с этим немножко Но в итоге В любом случае Начал стримить Начал стримить Опять же, разные фасткапы Аматорку Семи-серию И мне Выпал так шанс То, что почему-то все забили Как раз-таки Под конец девятого сезона Да, это был конец девятого сезона Старладера Стримить Про-серию Последний раунд про-серии Вот То есть я сразу же ворвался в про-серию В принципе, у меня довольно неплохо получилось Мне дали личный канал У меня был Старладер 7 У нас такие вот личные каналы там были И комментировал я там Может быть, помнишь Потому что перед Интернешнл Сезон не делали Старладера Сделали Лигу 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 Такую Как она называлась-то Межсезонная, в общем, лига Была у нас Старладеровская Там было 8 команд из Старсерии В конце То есть и из Аматорки Кто-то туда попал Такая вот Примерно Месячная лига Где-то была Вот И ее как раз-таки Я тоже все откомментировал Интернешнл Естественно, мы отдыхали У нас вообще ничего не было Потому что скомментировать было нечего И потом Начались квалификации Квалификации на Старсерию Тогда я уже был Довольно неплохим В про-серии То есть там ребята были Которые по полтора года Комментировали А я вот буквально 2-3 месяца И уже, как бы, я, можно сказать Забирал себе Одни из самых лучших матчей Там Китай утренний На первом канале Старлада И так далее То есть я очень быстро В это все втянулся И комментировал Всю квалификацию Стар А финал должен был Комментировать Филат в соло Вот И я пишу Виталий Так и так Я хочу Ну вот, можно, пожалуйста Я вместе с вами влечу Вот попробую Почему бы и нет Он пишет Да, конечно, хорошо Почему, ну, ладно То есть про серии Возьму и так далее Мы откомментировали Две игры Там было BO5 И как раз таки Тогда нам везет Мы играем Сейчас Asus Polar Называется эта команда Тогда еще под руководством Габлака Ребята выбили Белкинберг Скорлеон 2-0 У них еще как бы Одно очко было Из-за верхней сетки Виннеров В итоге они сыграли 2-0 По 20 минут Конечно, было некое давление От Вилата Потому что уж Довольно-таки сложно С ним комментировать Человеку, который его Абсолютно не знает Я думаю, все прекрасно Это могут понять Вот И да Я понервничал Мы покомментировали И я спрашиваю А что Насчет Стар серии То есть Есть ли вообще вариант Нужны ли вам комментаторы Или у вас уже плотный Полный состав И так далее На что мне просто Ничего не ответили Как бы Ну и все То есть оставили просто Я думаю Ну, понятное дело Как бы Люди занятые На следующий день Я начал писать экстримчик То есть Я уже был Практически уверен То, что я готов То, что я здесь Даже 3-4 месяца Ничего это абсолютно не значило Я знал то, что я готов Я хотел Я хотел потеть Я стримил там По 12 часов Кучу матчей Постоянно Ненужных никому По сути Вот Я смотрел Там уже человек По 100 У меня в паблике Было человек 160 То есть Ну, естественно Это все очень мало Ну, как-то Более-менее Кто-то обо мне Когда-то где-то слышал И я пишу Андрей Экстримчик Я хочу Вот попробовать Нужны ли вам Комментаторы Можно ли мне ворваться И так далее На что опять же Я получил где-то Наверное Недельный игнор Просто Потом мне пишут Все сейчас Отдыхают Вилада была в Испании Каспер тоже там Где-то сейчас С семьей отдыхал И Потом мне пишут Да, хорошо Через недельку Мы с тобой поговорим На эту тему Посмотрим И так далее Я составил Просто целый документ По-моему всего Что я комментировал Где я был Что я делал Чем я занимался Все это скинул Полную биографию о себе Сколько я готов уделять времени Где я живу Ну, то есть Вообще абсолютно все Скинул Не знаю Читали или не читали Все-таки Я думаю, конечно Немножко вы хоть взглянули На это все дело Ну, и Мне пишут Залетай с Каспером На Сакаст Матч XZ Mixgame Ну, вот эта вот команда У нас была Которая еще из Казахстана Не помню Против Кливов Они что ли играли То есть Ну, можно сказать Матчи аутсайдеров Действительно стар серии Но все равно Там было 15 тысяч человек Примерно На тот момент Это самое большое количество людей Которая вообще Меня когда-либо смотрела И Вдобавок с Каспером Каспер меня добавляет В скайпе И пишет То, что Ого Буквально там Четыре месяца назад Я тебе скидал ссылочку Где-то в Аматорку Регистрироваться А сейчас ты Со мной уже В принципе Комментируешь Ну, хорошо То есть Не нервничай Все в порядке Давай Чувствуй себя поуверенней Вот И у нас начинается Первая карта И у меня Жутко начинает гудеть комп Просто крайне сильно И все это слышно И меня фонит И я не понимаю Что делать Я и так нервничаю Переживаю У меня действительно Такой мандраж был У меня гудит компьютер И я пытаюсь На два просто метра От экрана Отъехать От этого компа Чтобы не так было Сильно слышно В итоге Первая карта Была довольно странной Потому что я думал Совершенно не об игре Ну, я переживал И плюс этот комп Потом В итоге На второй карте Все стало более-менее А что было? Что было? Ну, на второй карте? Нет, с компьютером А, я не знаю Надо было, наверное, просто пропылесосить Как раз-таки Это в перерыв Быстренько сделал Я его почистил И перестал он так сильно гудеть Вот прям как знал То, что нужно Именно в этот момент Закон подлости Да-да-да-да-да Вот, откомментировали Мне две игры Во второй игре Как-то я уже тоже Проявлял инициативу Ну, постарался Что-то откомментировать Старался немножко Как-то завлечь К себе внимание И, как ты видишь У меня это получилось Вот Потом мне пишут То, что все хорошо Все отлично Скоро тебе дадут инфу Ну, будешь Комментировать дальше И так далее И буквально Как раз-таки Через несколько дней Мне пишет Виталий Вилат Волочай Что все норм Давай на пробный Сезончик К нам в стар серию Вот Посмотрим Из чего это все выйдет Ну, а дальше уже Если все будет Естественно хорошо И Ланы тебе там светят И так далее Все будет просто шикарно Я такой Хорошо, конечно Ну, я бы согласился Еще бы я не согласился Вот Начал комментировать Меня очень часто Сажали с Каспером На Сокаст Пытались меня как-то Двигать немножко вперед Чтобы меня люди узнавали И, в принципе С Романом у нас Очень это все дело Хорошо получалось Да и получается Да, скорее всего Именно Рома Это тот человек С которым мне больше всего Нравится сокастить Потому что мы как-то Находим очень легко Общий язык И с Ромой Как-то легко себя вести На стриме То есть шуточки Постоянно Никто никого не перебивает Каждый заканчивает Там свою мысль Ну, все очень Действительно здорово Как с Каспером Выходило И буквально через две недели Я уже настолько Втянулся в коллектив То есть мне Хотелось комментировать Абсолютно все Я забирал абсолютно все Я пытался помочь ребятам И чувствовал Ту же самую поддержку То есть, да Где-то я там подменю адеквата Ему нужен был вечер Потом адеквата Где-то подменит меня И буквально Вот как раз таки Две недели-месяц Я полностью втянулся В коллектив Вот И чувствовал себя Уже довольно уютно Но после сезона Да, после десятого сезона Как раз таки Вот за межсезон Я попал в Старсерию После десятого сезона Мне пишет Филат То, что все здорово Теперь на постояночку уже Все отлично И готовься к кланам Одиннадцатого сезона Готовься к кланам Полетишь в Киев Вот, естественно У меня была Огромная радость То, что как-то Опять же Я пробиваюсь Как-то я чего-то добиваюсь Успешно Ну, слетал на Ланы Тоже там все вроде Было бы довольно неплохо Не накосячил Не нафейлил Это самое главное Для первого сезона Мне все понравилось Всем тоже все понравилось И я крайне этому доволен Вот так вот Такая вот история Ну вот получается Изначально Ты не стремился Стать комментатором Нет Действительно Это все было абсолютно Для себя То есть И даже где-то в Аматорке И в Семи И в Про-серии Это было все Просто только для себя Но вот как раз таки Где-то, наверное, уже в середине Того времени Когда я был в Про-серии Когда вот начался Вот этот вот китайчик На первых каналах И я понимаю То, что я могу Я могу этим заниматься И я не просто В шутку Это все сейчас уже делаю То есть Мне действительно хочется Быть выше Чем Про-серия Мне действительно хочется Добиться каких-то Вот прям высот Не то, что прям Меня интересует Слишком сильно популярность Да, это здорово Быть популярным Но вот мне хотелось Именно быть в этих Не то, что в кругах А именно вот в комьюнити В СНГ комьюнити Хотелось собирать себе Лучшие матчи Комментировать лучшие матчи И я понимал То, что я уже В принципе С этим Не шучу И не играюсь То есть Я уже как раз таки Тогда начал Задвигать учебу Для игр Ну, чтобы Комментировать что-то утром И я понимал То, что все Может получиться Как тебя приняли Зрители? Ну, в принципе Вдох такой В принципе Довольно, кстати Хорошо меня приняли Зрители То есть Бывает Очень много хейта В разные стороны Там вспомним Да, как на GoodHunter Петицию Или что-то в этом роде У меня пока что Подобного не делали Вот Возможно Именно потому Что я маловато Выговариваю Того, о чем я думаю То есть Да, вот если у меня есть Какая-то очень Нехорошая мысль Я о ней, скорее всего Промолчу И стараюсь Вести себя Грайне адекватно Без каких-либо Рейджов Флеймов Каких-то игроков Или что-то в этом роде То есть Я Ко всем командам Абсолютно нейтрален Ставочки я никакие не делаю Стараюсь ни за кого не топить Ну, понятное дело Когда играют СНГ-команды И китайцы Я топлю за СНГ-команды Это очевидно Но вот если Тот же самый Европейский просто дивизион Мне без разницы Кто играет там Клив Или Нави То есть Я не буду Топить за Нави И так далее Я вот стараюсь Именно придерживаться Только комментаторской позиции Стараюсь Ну, смотреть на игру С нейтралитета Вообще абсолютно Вот Поэтому Я думаю Как раз таки Именно хейта В мою сторону Довольно маловато Да, бывает И было изначально Когда Вот Кто это такой Ну Это же СНГ-комьюнити Дота Так всегда Кто это такой Что у него с микрофоном А, он там Мекку назвал Там неправильно То, что там Остается Не столько-то А столько-то А то Ой, а здесь Фарт у них там стоял То есть Ну, какие-то Действительно Есть некие ошибки Понятное дело Без них Никуда Ну, где-то Оговариваюсь Вот И люди Это крайне сильно Замечали И слишком Слишком сильно К этому Придирались То есть Зачем Вообще Звать Каких-то новых Комментаторов Ведь есть Вилат Да Все прекрасно Понимают Что есть Вилат Но Вилат Не сможет Один Вывести Все количество Матчей И всегда Приходят Какие-то Новые люди Это очевидно Так Не только В киберспорте Так абсолютно Везде И в обычном Спорте И с комментаторами История такая же В обычном спорте Потому что Приходят Приходят новые люди Ну и как-то Нужно их принимать Сначала По сути Сначала Ко мне Относились Очень даже Неплохо То есть Сразу же Вот Новый комментатор Ты разбавляешь Атмосферу Старладера Потом проходит Буквально Две недели Я комментирую Какой-нибудь Матч Нави Альянс Где меня смотрят На 30 тысяч Больше чем обычно То есть Там не 25 тысяч У меня на стриме А 50 с копейками Потому что Матч действительно Довольно хороший Я комментирую Его в соло И начинается Там Просто спам На всякие Дота-двору Про доты И так далее Вот Зачем Какому-то Ноунейму Отдавать Подобные матчи То есть Почему их не могут Собирать Лучшие комментаторы СНГ И так далее Вот В этом плане Да Как бы естественно Был хейт Но когда Тебя уже комьюнити В принципе все знают И в принципе принимают Есть твоя Действительно публика фанатов Есть твои хейтеры Которые говорят То что ты не нужен никому И в принципе Что ты здесь забыл Но я кстати к хейту Отношусь очень Спокойно Очень спокойно Отношусь к хейту Я прекрасно понимаю То что кому-то я нравлюсь Кому-то я не нравлюсь Угодить всем Не получится никогда в жизни И Да Я рад Что у меня Большинство фанатов Чем хейтеров Это естественно Ну и люди Которые Там как-то Показывают свое мнение Мне пишут там В ЛС То что я такой плохой Или где-то в группе У меня пишут То что я такой плохой Я стараюсь на это особо Ну не реагировать Да У человека есть мнение Хорошо Пусть он его высказывает Мне в принципе От этого Ни горячо Ни холодно Я по-прежнему буду заниматься Тем делом Чем я занимаюсь сейчас Вот Возможно Где-то я как раз таки Послушаю этого человека И Ну пойму то что Я где-то сделал не так Но на самом деле нет Это отличается Хейт и критика Это две разные вещи Ну да Вот к адекватной критике Я Даже как-то лояльно отношусь То есть я хочу Чтобы меня критиковали Я хочу чтобы меня критиковали В плохую сторону Если это действительно Мои ошибки То есть я стараюсь Как-то изменяться Стараюсь улучшаться Ну скорее всего Так делает каждый комментатор И любой человек Который хочет Чтобы его любили все Но Почему ты связался Именно С Каспером Потому что у него Личка была Да Да Действительно Именно скорее всего Поэтому Насколько я помню Я зашел в паблик Доты с ЛТВ То есть самый вот этот Как раз таки Первый паблик Вконтакте Старладдеровский Дота 2 Старладдер ТВ И Там нашел Вилата и Каспера Естественно И Каспер Думал Почему бы Роме Просто не написать Ну вот постараться Роме написать Я помню Он тоже как раз таки В своем интервью Говорил об этом То что очень часто Ему пишешь подобное И я вот А ты счастливчик Один из тех Да Один из тех Не скажу Что я прям Добился бы этого всего сам Нашел бы эту ссылку сам Нет На самом деле Что попасть в киберспорт Решает лаг Действительно Есть такое Что тебя кто-то увидит Что тебя кто-то заметит Что тебя кто-то куда-то позовет То есть Даже если ты игрок И играешь там В три раза лучше чем другой Но увидели его И позвали его Все будут любить его И тебя Все равно никто не увидит Здесь Да и в обычном спорте На самом деле То же самое Решает Решает Вот эта вот Искринка Удачи что ли То что тебя заметили Тебя позвали Тебя пригласили Ты молодец Я не отрицаю этого То что Да Мне скорее всего Даже с какой-то стороны Повезло То что я Настолько быстро туда попал Возможно Я бы и перегорел Потом С этим делом И закончил бы Так что Это сыграло свою роль То что мне ответили Я так быстро Как-то подал заявочку Можно даже сказать Что это как-то изменило Твою дальнейшую жизнь Да Действительно Я не знаю Чем бы я сейчас занимался Возможно Учился бы Возможно Искал бы какие-то другие работы Но сейчас Я Ну то есть Полностью себя В 17 лет Сам содержу Ну Я живу с родителями И только я что не делаю Это я не плачу за квартиру То есть Все остальное Я действительно делаю сам И Родители мне также ответили То что Вот у тебя универ Ты не учишься Ну Тебе нужно будет в универ Поступать летом Ты не учишься Что ты будешь делать Мы за учебу тебе платить не будем Потому что ты не хочешь учиться Я такой Хорошо Я буду платить себе сам Потому что я понимаю Что на очную форму идти Не вариант абсолютно И то есть Как-то Да Сам себя вот так вот Содержу уже И я Этому рад Что Старладер Спонсирует А у вас сейчас Вот с Каспером Исключительно Деловые отношения Ну На ланах На тех же самых Самых Он постоянно играл В Фирдстоун В фаншетике Он всегда играет В Фирдстоун Если что Мне кажется Он даже просто Нет Он говорит Что дома Он не может Поиграть в Фирдстоун Поэтому он отрывается На работе Вот Он постоянно играет В Фирдстоун И как бы Фирдстоун игра Сама мне тоже Довольно нравится Я подсяду Посмотрю Мы что-то там Пообсуждаем На чем-то Посмеемся Как всегда Потому что у нас Куча шуточек Там различных И в принципе Что он Что я Довольно Забавные люди Мы можем Смеяться практически В любой момент Ну да Думаю Все-таки Скорее всего Только деловые отношения Но такие Прямо Лояльные Друг к другу То есть Можем Спокойно Пообщаться Спокойно Ну какую-то тему Там поддержать Независимо Вот Дота Ну то есть От игры И от работы От машин А вот Когда ты только начинал Каким образом Ты совершенствовал Свои навыки Комментирования Ну Я смотрел Опять же За Вилатом Я смотрел Опять же За Каспером Я смотрел За Реном За Версутой Я смотрел За Как бы За тем же самым Форсом Ну то есть Я смотрел Абсолютно всех Комментаторов Которые выступают На довольно-таки Большую публику Которые есть На Дота 2 лаунжи Или еще где-то Я смотрел За Майл Штромом То есть Я пересматривал всех И пытался Подчеркнуть Какую-то информацию Полезную Что они говорят Что Чаще всего Они упоминают В игре Насчет чего Они смотрят Что они Замечают Что они Не замечают То есть Проводил Какую-то Аналитику Комментирования И вот Подчеркивал Для себя Что я Больше всего Хочу слышать Что больше всего Хочет слышать Зритель Вот И я понимал Что кто-то Болеет за эту команду Кто-то болеет за ту Поэтому особо Топить не нужно Ни за одну Ни за другую Особо хейтить Понятное дело Тоже не нужно Ни одну Ни другую И я как-то С точки зрения Зрителя Подчеркивал Самые Наилучшие Моменты О чем стоит Говорить на стримах Как-то в себе Их Старался Тоже показать Вот именно так Я совершенствуюсь До сих пор На самом деле А скажи А вот Перед стримом Ты не делаешь Никакую разминку Речь Нет Уже нет Я раньше Даже готовил Какой-то там Текст Буквально Строчек Шесть В той же Самой Про-серии Я готовил Какое-то Представление Вот это Здравствуйте И так далее То, что там С вами Старладер ТВ Ну, как обычно Мы в принципе Это все дело Говорим То есть Я это Изначально Даже записывал Я это записывал Где-то там В скайпе В каком-то Теалоге Буквально Пять-шесть Строчек На тему Приветствия Со зрителями Мне так было Намного проще Я понимал О чем я говорю А дальше Я уже как-то Продолжал сам То есть Вот такой у меня Трамплин Можно сказать Был И с этого Я начинал Сейчас я уже Начинаю Совершенно спокойно То есть Я знаю О чем я буду говорить Я знаю Что я буду говорить У меня бывает Такое то Что я просыпаюсь А у меня через Две минуты Трансляция И я включаю Стрим Я включаю Ну, да Я очень люблю Поспать И когда какой-нибудь У нас там Китай В пять часов утра Или что-то подобное У меня Бывают такие вот Заскоки Но я никогда В принципе На игры не опаздывал Никогда стримы Не просыпал И всегда был Готов Готов Абсолютно Ко всему То есть Вот как раз Так у меня есть Две минуты Я включаю стрим У меня играет музычка Я иду умываться У нас пока там Загружается лобби Я прихожу И вот прям С новыми силами С самого-самого утра Начинаю Комментировать То есть Прям даже вот Спросония А бывает Что у тебя Голос искажается С утра Я не курю Я Ну, я курил Ну, я не курю уже Я не курю Мне же 17 Мне 17, да Но не все же начинают курить Только с 18 И как я бросил хоккей Я начал очень много гулять То есть Когда я занимался хоккеем У меня было 9 тренировок в неделю Я довольно серьезно занимался Я ездил перед учебой Я ездил после учебы Я занимался все выходные То есть У меня свободного времени Не было практически вообще Ну, я думаю Все прекрасно понимают То, что после 10 лет Чего-то подобного И ты прям Срываешься с цепи Все бросаешь И, понятное дело И там Сигареточку где-то Покурить Еще что-то В возрасте Там 15 Допустим И так далее Но это же не серьезно Да, это не серьезно Но Я бросил заниматься Лет, по-моему, в 14 Вон, да, как раз Года два я курил И, кстати Сегодня у нас 8 число Вчера был ровно год Как я бросил курить Тяжело было? Нет Нет Я думал такой Что вот, наверное, я не брошу Потому что за два года Все равно уже привычка Хоть какая-то вырабатывается Я подумал То, что мне это не нужно Зачем? Для чего? Мне уже не хочется Мне уже не нравится Как-то бросил И Выхожу просто в колледже На улицу Стоит 300 человек Все курят А я стою Ем какую-нибудь шоколадку Просто Или что-то в этом роде И понимаю То, что Трудно Но перебороть себя можно Это главное Понять в уму То есть ты как бы Такой понимаешь Что тебе это не нужно И все И то есть ты бросаешь спокойно А вот эти вот люди Которые Так Я все Я хочу бросить курить Я брошу курить А потом все такие Сидят и думают Ааа Где бы покурить Ааа Как я сильно хочу курить Так Человек никогда не бросит А ты Поедешь на ТАИ В этом году? Я Надеюсь на это Я именно надеюсь Насчет того Что я смогу получить визу Как раз таки Я сейчас буду заниматься Загранпаспортами Вот буквально Я думаю В течение следующего месяца Ну и буду Как-то стараться Летом Уже делать визу То есть у меня как раз таки В начале лета День рождения Мне исполняется 18 лет И я иду за визами Я иду Мошнить посольство Буду зарабатывать тебе визу А насчет инвайта Я думаю Не то что я думаю Я на 99% уверен То что вся Старлодер студия поедет Из комментаторов Осталось просто Только вот получить визу мне И насколько я знаю Еще адекватно Ну а насколько тебе Хотелось бы попасть? Ты не представляешь Как мне хочется попасть на ТАИ А что тебя в этом привлекает? Меня изначально Изначально Просто ТАИ Это все Чего может достичь Игрок или комментатор Это самое главное Самый главный ивент Просто года И естественно Каждый хотел бы На нем побыть Каждый хотел бы Слетать в Америку Именно на ТАИ ТАИ это Ну выше некуда Пока что в Доте Я думаю Навряд ли сделают что-то Уж выше Из интернешнала Это вот самая вершина Того Где ты можешь находиться Ну и потом Когда я узнал Немножко о зарплатах ВАЛВ Я слегка так еще Тоже подзадумался И теперь на 250% Уверен Что я хочу на ТАИ Ну и в принципе На самом деле Зарплата Это все такое То есть Мне не 30 лет Чтобы я там Содержал семью У меня был бы ребенок И так далее Мне 17 Мне в принципе Своих зарплат Хватает сейчас Да Понятное дело Это все здорово Ты там можешь Купить себе машину Там не знаю Или еще что-то Вот Это все очень прекрасно Но все равно В первую очередь Просто побыть на The International В качестве комментатора В качестве того человека Которого пригласили Туда ВАЛВ Это уже о чем-то говорит Как бы Мне действительно хотелось бы Поэтому я сделаю Все просто Сделаю для того Чтобы получить визу Чтобы туда попасть Ну знаешь В посольстве Могут без причин отказать Да Знаю Каспер рассказывал Очень одну классную историю Как он не попал На второй International Думаю Он не обидится Если я ее здесь расскажу Потому что Приходит он в посольство Просто с пачкой документов Садится Ее просто Откладывает в сторону Вообще Прям даже не смотрит Что там лежит Зачем Откладывает в сторону Начинает с ним разговаривать Разговаривают Задают довольно-таки Глупые разные вопросы На это все отвечает Мужик ему в ответ Улыбается Я потом такой Нет, извините Рома сидит Я понимаю То, что Вас уже не переубедить В принципе Да Там нет смысла Действительно Выкобениваться Как-то что-то Выкрикивать В посольстве Потому что Будет все только хуже И Рома говорит Вот просто Я понимаю Что я вас уже Переубеждать Сейчас не собираюсь Не смогу Ответьте мне Пожалуйста Почему Какая причина Того-то Что вы не дали мне визу Мне просто Действительно интересно Он говорит У вас нет ни жены Ни ребенка Что вы будете Делать в Америке Я думаю Что вы там Сможете остаться Он говорит Извините Но у меня есть И жена И ребенок Это все в документах Написано Он берет бумажку Такой да Читает И вправду Извините Но все равно нет Уже поздно Наверное Уже Да Вот такие вот Люди в посольстве Я ничего конечно Не хочу сказать Что вот Это прям Настолько плохо А послы кстати Разные бывают Да 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 Конечно Ну вот Это такая лотерея Даже возможно Кстати вот как ты думаешь Какой будет призовой Ну все думают Что он будет За гранью вообще Каких-то возможных цифр Я думаю То что Valve Изначально сделают Довольно серьезную цифру В районе Пяти миллионов Не меньше Сами Они именно цифру нарисуют Я надеюсь Я надеюсь Что Valve Придумывает что-то новое То есть В прошлом году Они сделали Очень классный компендиум В который можно было донатить Всем это нравилось Все донатили Получали за это Очень классные шмоточки И так далее Именно из-за этого Настолько сильно Вырос призовой фонд Вот именно Из-за этих вот Всяких разных Компендиумов Шмоток и так далее Что вот Можно было туда донить На этот раз Эта штука Прокатит Ровно настолько же Как и в прошлый То есть Ну больше особо Это уж не сделают То есть Больше не выжмут Поэтому Нужно придумать Что-то еще Возможно Не только Теперь шмоточки Заинтересуют Дота-сцену нашу Дота-комьюнити Вот Если Valve Придумают Действительно Какую-то Классную вещь Я К сожалению Не могу Что-то вот Посоветовать Что-то сам Придумать Такое классное Но если У них получится Это сделать Получится Завлечь Не только Шмотками То призовой Вырастет До двадцатки Вообще По-моему Спокойно Если будет Также Одни шмотки Будет что-то подобное То думаю Миллионов Шестнадцать Будет Миллионов Шестнадцать Пятнадцать Конечно Не думаю Что будет Что-то подобное В районе Тридцати Тридцати Пяти Ну Да До двадцати Возможных Дотянут Я думаю Этого чересчур Даже хватает Что ты думаешь Лиги Легенд Лига Легенд Если честно Я ни разу Не играл В Лигу Легенд Мне никогда Не было Ни на компьютере Нигде И ни в каких Компьютерных клубах Я бы даже Не заходил Нет Нет К сожалению Не принципиально Я бы Попробовал Поиграть То есть Мне очень понравился Финал Мне очень понравился Мувик Вот этот вот Про чемпионат мира По Лолу Просто потрясающий И трек Саундтрек Тоже бомбовый Как раз таки Его написали Именно К этому видео Я не смотрел Где-то наверное Недели две Я видел его везде Там у Ван Скор На страничке Или в пабликах У Каспера В паблике Где-то еще На разных В разных группах Дотерских Я думаю Почему здесь вообще Лол сейчас Рекламирует Или что-то Вроде И не смотрел Потом Я уже понимаю Что он везде И мне стоит его посмотреть Просто стоит Потому что Если я его не посмотрю Я буду вот каждый день Задумываться Насчет него В итоге я посмотрел Мне очень понравилось Как там все сделали Потрясающий мувик Действительно Как бы Привлек фанатов Уж точно Я понимаю То что Лол Игра Не меньше чем Дота Не хуже чем Дота Да Возможно Там кто-то будет говорить Да Лол Это вот как всегда Это война просто Лол с Дотой Лол плохое Нет Графика мультяшная Дота Графика Там да еще что-то Нет В Лоле Также Есть Свои Классные стороны Чего например Нет в Доте В Лоле Насколько я знаю С самых первых уровней Можно Играть слишком Агрессивно Слишком мобильно То есть Постоянно у тебя Куча способностей Огромный монопул И ты просто Клацаешь кнопки Постоянно Друг друга разминаешь Там и так далее В Доте В принципе Ты играешь На каком-нибудь В Райс Кинге У тебя Моны на один стан Хватает А потом ты опять стоишь И просто бьешь крипов Не сказать То что это тоже Где-то плохо То что у тебя Маленький монопул Возможно ты будешь Больше думать Когда нажимать кнопки В Лоле Насколько я знаю Такого нет Ты можешь просто Жать практически По гулдауну И мода у тебя Особо-то уж не кончается Не сказал бы То что Лол Игра хуже чем Тота Но вот завлекла Меня именно Дота В Лол Я даже не играл То есть даже не пробовал Скажи А вот твои товарищи По учебе Завидуют тебе Что ты вот работаешь В такой серьезной Киперспортивной организации Общаешься С известными людьми Скорее всего Мне завидуют Больше друзья с Реала Именно друзья Хорошие знакомые Товарищи по учебе Я опять же Появляюсь там Довольно редко Да Я со всеми Очень хорошо поддерживаю отношения Со всеми Люблю там пообщаться Но у меня Наверное процентов 70 75 товарищей По учебе Не знают Что такое Дота Ну знают Но не играют Именно Такие вот Дота и что В принципе Не столь важно Ну а так Меня в принципе И в колледже узнают Подходят Спрашивают Я ли это То есть когда я там появляюсь Да Ко мне подходят Бывают люди Спрашивают Что ты здесь делаешь Вообще Я отвечаю В принципе То же самое Что и ты Вот Люди удивляются Некоторые А вот именно Друзья и знакомые Да Завидуют И даже Была не знаю Не то что какая-то злость А вот Ошеломление От знакомых То есть когда я Начинал стримить фасткап Меня смотрел по 5-10 человек И всякие знакомые Эти вот шуточки Ахахах 10 человек Тебя смотрят Что это такое Подковать Да Паблик на 100 человек А я сейчас выйду И будет 99 И это уже двухзначное число Ну как такие вот Все шуточки влетали То что я якобы Занимаюсь ерундой И ничего у меня не выйдет В принципе Зачем я вообще это делаю Ну никто толком Внимание не обращал А потом Когда Видят меня на камерах На StarLadder На LAN Мне в ЛС пишут Просто кучу смайликов Ошеломленных И как ты вообще там оказался Что ты такого сделал Да ладно Тебе просто повезло У тебя точно ничего не получилось Да Было у таких знакомых Именно это не то Чтобы какой-то хейт меня Или флейм на меня Нет Это просто вот Скорее всего Когда человек думает Что ничего не выйдет А потом у кого-то Что-то получается И вот эта вот зависть Да Зависть Присутствует То есть Я думаю Так же многим Довольно-таки хочется Оказаться на моем месте Оказаться Новым комментатором StarLadder TV Я думаю Есть такая идея У знакомых Ну а друзья Друзья Поддерживают меня Постоянно То есть Стримишь и стримишь Здорово Классно Я не зазнаюсь Это точно То есть Я в своих кругах Всегда буду тем Кем я был Еще до Своего там Комментирования И так далее А вот Которые далекие Далекие знакомые С которыми Когда ты играл в доту Да Там еще учились Где-то возможно В другой школе Или что-то в этом роде И которые потом Про тебя Ну в принципе Забывают И когда ты вот Становишься Кем-то тебе Начинает писать То что Вот помнишь Мы там с тобой Учились когда-то Это вот довольно Забавляет на самом деле Вспомнили вдруг Да 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 Тоже Несколько Несколько личностей И таких присутствовало Как бы перед теми людьми Я уже В принципе Не аж хард А не бывший их Одноклассник Или что-то в этом роде То есть Потому что Мне Не особо это нравится Когда С человеком Не общаетесь Ну как-то да Просто закончили общение Ни с того ни с сего И в принципе Больше там Не играете вместе Или что-то в этом роде И потом тебе вдруг пишут Ого А пойдем-ка мы с тобой Поиграем А давай-ка то А давай-ка встретимся Или еще что-то Мне это не нравится То есть Мне это не нужно И я считаю Таких людей Довольно Даже не знаю Как правильно выразиться Довольно Лицемерами Что ли Какими-то Что ты думаешь О службе В армии Слушай В армии У меня вот сейчас Тоже голова Довольно неплохо Этим забита Поэтому не интересуюсь У меня как раз-таки 18 лет Скоро-скоро Да Наверное На летний призыв Я все-таки не попаду И успею съездить на TI И так далее Но нужно что-то думать Нужно действительно Что-то думать В армию Я не собираюсь идти Это точно И я практически На 95% уверен Что меня туда не заберут То есть Я сделаю так Чтобы туда не пойти Мы все прекрасно понимаем Есть некие способы Не будем рассуждать Насчет этих способов Вот Но возможность Не пойти в армию У человека Всегда присутствует Главное Желать Идти в армию Вот Так что я туда Не собираюсь Но там Кто знает Как и что выйдет Ну то есть Получается Ты к этому негативно Отличаешься Да Я действительно К армии сейчас На данный момент Именно со своей точки зрения Негативно отношусь Потому что Вот у меня появилось Такое вот место Вакантное Очень классное Мне здесь Приятно находиться Я в киберспорте Надолго Действительно надолго То есть Я еще успею Всем надоесть Я еще слишком молод Чтобы куда-то Отсюда уходить И Я собираюсь Зависнуть Конечно в киберспорте До долгих Лет своих И Год Терять в армии Просто уйти в армию На год И Потерять Ну не то что возможно А действительно потерять Слот В стар серии Свой комментаторский Как-то Чтобы про меня Все забыли Что про меня Все уже отпустили Был и был Ушел в армию Все целый год прошел Его не было Я просто не понимаю Что возможно будет потом Смогу ли я все это дело вернуть Или нет Ну и тратить целый год На армию Которая в принципе Мне То есть никак не понадобится Я не считаю нужным То есть в армии Особо тебя Ничему полезному Не научат Скажи Что тебя интересует Есть какое-то хобби Увлечение Не связанное с дотой Угу Хобби Увлечение Сейчас подумаем Ну про психологию Я также уже немножко рассказал Хоккей В прошлом Действительно в прошлом Потому что я уж крайне устал И теперь Меня даже Очень трудно вытянуть Покататься куда-нибудь на коньках Хотя я в принципе Довольно хорошо катаюсь Естественно Десять лет заниматься Вот Но сейчас это довольно трудно сделать уже Мне все Мне настолько надоел Этот лед и прочее Так что наверное Да Какие-нибудь Довольно интересные Психологические Эти вот книги Фильмы Гуляночки Естественно С друзьями Куда-нибудь съездить Развеяться Отдохнуть А вот прям действительно Чтобы я там любил Заниматься какой-то вещью Нет Такого нету О чем с тобой Вот может поговорить Какой-то случайный человек Который не интересуется Лед Ну обо всем абсолютно В прямом смысле Обо всем Я Разносторонний человек То есть я могу Говорить как О футболе Там да допустим Что что-то там В футболе происходит Так я могу говорить О каких-то книгах В библиотеке Могу говорить О Дачах И так далее И могу также говорить О больших городах Клубах И прочим То есть мне Без разницы в принципе На какую тему Разговор поддерживать Мне довольно интересно Все То есть я могу Высказать с любой точки зрения Свое мнение То есть и Как какой-то гуляющий человек И как наоборот Человек который вот сидит дома Читает книги И так далее То есть я Слишком разносторонний В этом плане Ну а есть какие-нибудь Книги по психологии Которые ты бы Порекомендовал Да куча Всяких разных Книг По психологии На самом деле Прямо так вот Особо не выберешь Ну допустим Допустим Ты гуглиц пошел Похоже Да я даже не знаю Сейчас скажу Какую книгу Мне прям Больше всего Понравилось Не знаю Честно не знаю Наверное Я читал Наверное всего Книг 10 За всю жизнь В смысле Именно психологических Наверное Типы людей И бизнес Или же Все знают Наверное Жака Фриско Мужик такой Очень классный Есть Который Имеет Очень абстрактное мышление Думает Не так Как Думают В принципе Большинство людей Как 90% Он хочет создать Новый мир Он уже довольно таки Старенький Но он хочет создать Проект Венеры Что еще раз Он космополит Да Он считает Что все живут неправильно Он считает Что все Начинают Ну вот Жак Фриско Его интересно послушать Он такой Свою точку зрения Очень качественно выставляет И можно Можно так намотать на ус Что-то он там говорит Что якобы детей Учат неправильному Вот эти вот Му-му Это корова Там Это кошка Это собака Все это Типа не нужно По сути Можно детей Развивать Совершенно По другому И они Быстрее будут становиться умнее Можно сразу же Какие-то примеры Делать Какие-то Учить их читать Уже буквально Там с 3-4 лет И все будет хорошо Ну якобы Каждое государство Просто выращивает Биомассу Ну у него там Куча всяких Вот этих вот Своих загонов И он хочет построить За деньги Вот она Заслуживает внимания Как раз таки Написанная Жаком Фриско Это единственная книга К сожалению Его А так Я и видосики С ним люблю Посмотреть И послушать Этого мужичка Старого Потому что он Грамотные вещи Рассказывает Ты верующий человек? Да Да Ну как Я наверное даже не то чтобы верующий Я больше агностик То есть я не могу отрицать Существование Бога И так далее Ну и так же не могу Естественно говорить Что вот Бога нет То есть я действительно Больше агностик Но как-то склоняюсь К тому Что действительно Что-то там Сверху есть Или Как многие говорят Бог должен быть в душе Не знаю Об этом Слишком долго Можно думать И тут уже зависит От веры человека От каждого естественно Я не буду говорить Не буду там никого Мучить подобными темами У каждого Своя точка зрения Но Если человек верит То пусть верит И это очень здорово Что человек во что-то верит У него есть какая-то надежда И вот Прямо что-то вот В груди Такое вот чувствуется Ну Я как-то Действительно больше агностик Не совсем Я в это дело верю Но и естественно Не могу отрицать Не могу отрицать Как-то вот так вот Я отношусь Но я уважаю на самом деле Людей, которые верят Которые ходят в церковь Постоянно Ну и не только Как бы В церкви Там и в мечети Естественно Вообще разные веры Я это дело Все очень уважаю Приветствую Скажи Каковы твои моральные ценности Что бы ты никогда Не стал делать Моральные ценности Не знаю Но мне кажется Как и в принципе 95 даже процентов людей Я бы Не стал продавать Своих близких людей Вот для меня Вот это вот не то что Ну верность Наверное Самое-самое-самое дорогое Ну то что вот есть вообще То есть если тебе человек верит Ну прям вот действительно верит А ты просто-напросто кидаешь Этого человека Или еще хуже Да Как бы не просто сам кинул Как бы да И ушел Именно куда-то продал Или подставил Вот именно как подставил Это самое ужасное для меня И я Очень не люблю Людей вот похожих Которые делают что-то То есть Я не считаю Это Вообще даже Благоразумным То есть так делать нельзя И если тебе человек верит И ты ему веришь И у вас все хорошо И все в порядке И вы там друзья Или кто бы вы там не были Еще хуже да Там семья И кто-то кого-то подставляет И продает Это самое отвратительное Что вообще наверное возможно В плане моральной А тебя когда-нибудь предавали? Ну был у меня лучший друг С самого-самого-самого детства Мы были знакомы То есть у нас общались родители И так вот получилось То что мы там С детского садика Мы всегда вместе С нами Вокруг нас менялись люди Мы были в начальной школе вместе Мы были в средних классах Ну как бы тоже да Вот гуляли постоянно И вокруг нас всегда менялись люди Но вот так вот случилось То что разошлись у нас пути Да Немножко меня можно сказать Кинули Ну не буду вдаваться в подробности Это в принципе более Наверное личное уже Но Был такой человек Который меня вот Подставил Ну и как-то Я не знаю Не особо я жалею Насчет этого Что случилось Случилось Никто не застрахован В принципе от этого Просто слегка обидно Потому что на этого человека Ты тратил Ну много времени У тебя было желание Отомстить? Нет Никакого абсолютно То есть я прекрасно понимал Что сделал человек Зачем Ну зачем Возможно не понимал Вот Ну желания отомстить Как-то не было Я спокойно это принял Подумал То что Возможно с человеком Случится то же самое Или возможно Так ему будет просто лучше Или еще что-то И как-то желание мстить К этому человеку Не было никакого Ну просто отпустил Как-то все По разным берегам Разбежались Ну то есть пропал человек Хотя был довольно-таки Близкий В этом плане А так я Ну я на самом деле мстительный Я мстительный Но вот здесь Как-то эта месть была Да Мстительный Да Я очень люблю Когда меня обижают А злопамятный, да? Злопамятный тоже Я вот Прямо-то помню Кто все что сделал Не прямо Это конечно Чересчур злопамятный Но я крайне не люблю Когда меня кто-то обижает То есть сам по себе Я добрый Я действительно добрый Я всегда со всеми пообщаюсь Я всегда всех поддержу Всегда всем постараюсь помочь Но если вот человек К которому я Допустим помог И был мне близок Там или еще что-то И мне просто делают гадость Да даже любой человек Мне просто делает гадость Я Ну то есть Я крайне этого не люблю Вот Начинаю Слишком сильно злиться Злопамятничать И так далее Скажи Как у тебя Личная жизнь Личная жизнь У меня нету сейчас Да У меня сейчас нету девушки То есть Довольно давно У меня уже нету девушки Я человек Не забивающий себе голову Там на месяц На два Или что-то в этом роде То есть мне действительно Нужно знать человека С кем я что-то начинаю строить И так далее Мне действительно Ну Как бы нужно быть Уверенным Возможно В этом человеке И я не собираюсь Там Ну хотя я в принципе Молодой Да Там всего 17 лет И так далее Понятное дело Можно гулять Ну вот как-то Мне даже В свои 17 Хочется Чего-то Больше Уже Чем просто Какие-то там Симпатии Влюбчивости И так далее То есть Два-три месяца Там полгода Я не хочу Что-то делать На такой вот срок Я хочу действительно Ну то есть Уже прям Посерьезочки Что-то завязать Чтобы надолго Поэтому у меня Вот сейчас Нету личной жизни Ну больше года уже На самом деле У меня никого нету То есть я вот всегда Тяжело тебе? Нет Нет Абсолютно нет То есть я понимаю Просто пока я не найду Такого человека Я не собираюсь Ничего делать То есть мне хорошо И так А когда появится человек Ну появится и появится Не знаю Возможно изменит Как-то моя жизнь В любую из сторон Всегда нужны перемены Перемены В принципе это плохо Но они тоже нужны Ну вот При знакомстве С противоположным полом На что ты Первым делом Обращаешь внимание Обращаю внимание Я на Ну признакомься Понятное дело Это внешний вид Все это сразу оценивают И так далее Но вот именно Когда ты начинаешь Разговаривать с человеком Первое что бросается В глаза Так сказать Это Соображение Насколько 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 Развит Этот человек Насколько девушка Вообще понимает То что происходит Насколько девушка Понимает тебя Насколько она пытается Как бы Ну тебе возможно Что-то даже противопоставить И рассказать Тоже как-то вот Блеснуть своими Своей Развитой Извилинкой Вот И мне действительно Это очень нравится Когда девушка Что-то понимает Что-то знает Ну какая-то девушка В принципе умная Потому что в принципе По сути мне и попадались Только как Довольно глупые девочки С которыми нужно было Ну как-то объяснять Прямо все Вталкивать в голову И все равно Кто-то что-то не понимал Да не тот возраст На самом деле Чтобы еще вообще Хоть кто-то что-то понимал Я это все Ну осознаю Но все равно Хочется уже Чтобы девушка Прекрасно знала Что она делает Как она делает И какие-то Ну планы Насчет будущего У нее были То есть вот первое Наверное что бросается Как раз таки в глаза Да Это развитие девушки И взгляды ее на мир Ну вот Твоя потенциальная семья Для тебя это самое главное И самое ценное? Да Да Я считаю это Самым главным в жизни То есть именно Это первая наверное цель Ради чего Ну должен жить человек В том частности Ну и я В том числе Этих людей Потому что я хочу себе семью Я хочу себе все хорошо Хочу себе Ребенка И так далее То есть Нет вот этих вот планов То что я живу себе В удовольствие Да я там гулять Какие дети вообще Это плохо Никогда Не сказать Что это плохо У каждого Опять же Свои взгляды на мир Я не говорю То что люди должны жить Только для того Чтобы выращивать потомство У каждого человека Просто есть Своя цель в жизни И каждому Что-то больше нравится Кому-то нравится больше гулять А кому-то нравится Просто иметь Что-то вот Любимое и родное Рядом с собой Кому как Опять же Я этих людей Не обвиняю Которые любят гулять Это полностью Их право Да Это их желание И ничего По сути плохого В этом я не вижу Но вот у меня Немножко другая позиция То есть я действительно Хочу в будущем Как-то обзавестись семьей Быть семьянином Ну и так далее В чем заключается Идея счастья Лично для тебя В семье получается Да Да Как раз таки хотел сейчас сказать Вроде бы только что Мы это обсудили Счастье Ну я уточняю Да Счастье это именно то Потому что когда вот Рядом с тобой есть Нет вообще Что такое счастье Счастье это когда у тебя Все хорошо Ну прямым текстом В принципе Когда у тебя есть Наилучшая обстановка Вещей Дел и так далее Это и есть счастье И вот как раз таки Наверное Счастье заключается В тех людях Которые тобой дорожат Не обязательно Не только семьи Как бы я и друзей Мею ввиду Вот Которые тобой дорожат Которые к тебе Потрясающе относятся Очень хорошо Скорее всего Как раз таки счастье Иметь подобных людей Рядом Как бы И любимую жену Там и ребенка И друзей То есть Обзавестись В жизни Этими вот Телами Теплыми Которые поддержат И всегда выслушают Это Самое-самое Главное Вот оно в принципе И есть счастье Как ты думаешь Вот в передаче Кто хочет стать миллионером Какую бы сумму Ты бы набрал Я не знаю Я честно не знаю Как ты оцениваешь Свою эрудицию До миллиона Я бы не дошел Так вот До миллиона Я бы не дошел Я думаю Но Сколько там у нас Ну больше чем половину Я думаю Что я бы смог ответить С подсказками Да Да-да-да С полной вот С комплектацией Того чего дают Думаю Больше половины Я бы смог ответить Сколько там у нас вообще вопросов Я точно не помню уже Вопросов Наверное Двенадцать там По-моему Ну думаю Штучек восемь Я поосилил С двенадцати Вот так вот буду говорить Кому бы ты позвонил Ну это уже какой вопрос Действительно Ведь разные бывают знакомые Кто-то хорош в одном Кто-то хорош в другом Там да Например у тебя друг Какой-то ядерный физик И вопрос Как раз таки По поводу физики А другой Ну может из Доткомьюнити Читал литературу Из Доткомьюнити Ну Знаешь кто имеет Репутацию умных людей ДиКей Фобос И Лост Вот Лосту Лосту я бы точно набрал Если бы я вот хотел Что-то узнать Про ну какой-то такой Прям несерьезный вопрос Естественно То есть не профессиональный Просто так вот Такое вот развитие Да В принципе стандартное Но я бы как раз таки Позвонил Лосту Потому что Лост Постоянно читает Какие-то книги Лост постоянно развивается Лост Вот мы сидели Допустим В том же самом лаунже Лост поиграет в Доту Где-нибудь в паузу зайдет Прочитает что-то про Сингапур Мы сидим завтракаем В кафе Он тоже посидит Прочитает что-нибудь Про какой-то еще город То есть человек Действительно интересуется И человек действительно Неплохо развит Да, скорее всего Я бы позвонил Лосту Вы с ним тесно общаетесь Или так? Ну Нам снимали квартиру вместе Вот За это время Которое мы проводили И в лаунжах вместе И дома Там да Как пока шли Там тоже болтали постоянно Да и в принципе Дома в самом там болтали Мне приятно Общаться с Лостом Мы очень хорошие отношения Как бы поддерживали там В Киеве Да и здесь Вот сейчас то же самое На По в стомпе Стояли Немножко поболтали Пообщались То есть я вообще стараюсь Ни с кем не ссориться Вот так вот То есть я стараюсь Со всеми хорошие отношения Поддерживать У меня нет тех людей В то-то комьюнити В СНГ именно В то-то комьюнити Которые Которым я плохо отношусь Или что-то в этом роде И я со всеми абсолютно Ну лояльно как бы общаюсь Вот Ну а с Лостом Да Мы так сказать Довольно неплохо знакомы Если учесть То что я вообще Буквально там Пять дней побыл в Киеве Ну пообщались Узнали Друг о друге В кое-что Подожди А получается Вне СНГ комьюнити Есть люди Которых ты недолюбливаешь Ну допустим Мне не нравится Поведение Энви Мне не нравится Поведение Энви И Энви уже по-моему Действительно начинает Просто ехать крыша С этой Дотой Он слишком Себя посвятил Доте Нужно как-то Немножко ему успокоиться Мне кажется Где-то передохнуть Месяцок Возможно куда-нибудь Слетать Отдохнуть Ну потому что Уж слишком Он напористый Сейчас и водой Там когда он Всех обливал И еще что-то Ну такие вот По вступке Не очень правильные В принципе и вызывают То что он пишет Постоянно у себя там в Твиттере Действительно вызывают Никую Не то чтобы неприязнь Но как-то Просто человек вроде бы Слишком себя посвящает Своей занятости Вот этой вот Мне кажется Не стоит так делать Ну в принципе Наверное Так вот я уж и не вспомню Кроме Энви Кого поступки Мне Вмм 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 Ну не то что Вммм Вммм Нет это слишком уж Громкое слово Которые ты не одобряешь Да-да-да Те вот поступки Которые я не одобряю Все верно У меня такой вопрос возник Бывает что к тебе Кто-то обращался С просьбой Продвинуть в киберспорт Ммм Да У меня также открытая личка И Ну как у Ромы Я не собираюсь ее закрывать То есть постоянно Мне пишут люди Бывают Конкретные глупости Мгм Например того То что Я хочу комментировать Как мне комментировать Ну в смысле Как тебе комментировать Есть Ну микрофон Там Да Дота ТВ Сиди комментируй Ну кто тебе будет мешать Вот Такие вопросы Бывает я отвечаю Бывает я игнорирую Потому что я понимаю Что уж очень слишком Долго придется доносить Информацию до людей Которые пишут Я хочу комментировать Что мне для этого делать Ну в смысле что делать Разговаривать Вот Бывает пишут то же самое Как попасть в киберспорт Вот Даже вот сегодня Да у меня Несколько даже таких вопросов Привет Подскажи Как пробиться в киберспорт Пробиться в киберспорт Не знаю Наверное Надо вокруг Дома своего Обижать раз 20 И ты пробился Опять же Такая вот фраза Как пробиться в киберспорт Если ты хочешь играть Играй Тебя заметят Если ты играешь сильно Тебя заметят Да Возможно Стоит где-то подыскать Какие-то командочки Там себе На каких-то форумах Полазить Какой-то стак Стараться Потеть Если вот именно Везение 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 Это действительно Очень решающий фактор То, что именно тебя увидят А не 10 таких же Как ты Вот Это тоже все очень решает Но именно Всем вот дам совет Кто все это будет Дело слушать Пробиться в киберспорт Скорее всего Самое главное Это пот И желание Нужно потеть Нужно стараться Нельзя давать заднюю Даже когда тебя там Если ты комментатор Тебя смотрит 5-10 человек Все в порядке То есть Пробивайся дальше Тебя будут смотреть 15 человек Даже когда тебя Посмотрели 100 А на следующий день Тебя смотрят 50 Ничего страшного Нельзя это дело бросать Если ты хочешь этим заниматься Ты должен этим заниматься То есть Ты должен этим заниматься Изначально ради себя В принципе А не ради того То, что вот Ого Да я там на Ланой Старладера На камерах Я известный буду И так далее Нет Ты должен этим изначально Заниматься для себя А когда у тебя уже Действительно что-то Начнет явно получаться Можно уже задуматься О чем-то и другом В принципе А так Бесплатно Только для себя В себе в удовольствие Никого не слушая Комментируешь Ну естественно Какие-то хорошо там Факты Ты у людей забираешь Которые тебе вот говорят Какую-то критику Принимаешь для себя Вот А так То что заканчивай с этим И так далее У тебя ничего не получится Не надо это слушать Если ты хочешь Занимайся А если ты игрок Здесь по сути Немножко другая ситуация Похожая Но другая Нужно играть Сейчас появилась Вот система рейтингов Да у нас То есть Человека легче увидеть Забустить 6К Очень якобы сложно Но ты очень хорошо играешь И просто не можешь Забустить 6К Тебе придется постараться Если ты хочешь Придется постараться По-другому Ничего не бывает Нигде Причем Да действительно Нигде В киберспорте Тем более То есть Если ты хочешь Тебе нужно потеть Постоянно и бесплатно А потом Все будет И отдыхать будешь потом Сейчас нужно стараться Вот так вот попадают Люди в киберспорт То есть Никаких у нас Тайм нету Поверьте Мы не колдуем Там ничего И Мне много раз Уже писали То что Да вот Я там какой-то знакомый Каспер Он просто меня пробил В смысле В смысле Такому В смысле пробил Мне помогли ссылкой Ну и как-то уже потом Когда я вот Я начинал попадать в стар Меня вот поддерживали Морально Чтобы я там не лыханулся И так далее За что Роме Действительно спасибо Как бы сыграл Такую вот некую роль В поддержке Моих Первых выступлений На Старладере На Старсерии Но Ничего такого нету То есть Ты берешь Компьютер Ты включаешь ОБС Или эксплит Я не знаю Все что угодно Начинаешь комментировать игры Комментировать для себя Куда-то заливать Как-то развиваться Все делаешь только для себя Но потом уже В принципе как пойдет Если прет Ну здравствуй Присоединяйся Если нет То К сожалению Нет Возможно Получится где-то в другом Русле Ну каждый Находит свое Ну вот Я надеюсь То что я действительно Свое сейчас нашел Так что вот еще раз повторю Нет никаких у нас секретов Никаких Коалиций Насчет того То что это прям Как семейный род что ли Не знаю В Старладере Еще что-то Нет Такого ничего нету Каждый старался Каждый добился Каждый Занял себе место И так может получиться Абсолютно у любого другого Совершенно никому Не знакомого человека Главное старание И вот этот вот Кусочек Не знаю Искорка Искорка Это искорка Как раз таки Желание огромного Где-то побывать Чего-то добиться Для себя Что тебе это должно Очень сильно нравиться Это вот самое главное Как раз таки Какие у тебя планы На ближайшее время Ближайшее Это Месяц Год Пару месяцев Пару месяцев Это сделать себе Загранпаспорт Естественно Продолжать Свою деятельность На Старладере Никуда я С Старладера уходить Не собираюсь Это точно Было бы довольно глупо Мне кажется Может куда пригласят Ну куда пригласят Да есть Есть действительно Навятка Есть Да Я знаю что на студии Есть куча студий Куда могут пригласить Но Как-то пока что Для меня это все-таки Неправильно Все-таки считаю Я то что я не отдал Старладеру Вот этот вот Долг того Что меня пробили Да Я все-таки считаю То что еще слишком рано Куда-то мне уходить Или что-то в этом роде Даже если я куда-то захочу То слишком рано Не стоит Не стоит так делать Буду Пойти дальше На Старладере Ну и вообще Довольно странно Сейчас у нас диалог Сво зашел Я по сути-то И никуда не хотел Уходить из Старладера Я только И попал Еще слишком рано Об этом думать В каких-то переходах Ну естественно Получить визу в Америку Это наверное главное Что случится За пару месяцев Начать Начать получать визу в Америку Вот так вот будет правильно Как-то Подзадуматься Насчет этого Вот все мои планы На следующие пару месяцев Подожди А ты заранее будешь Получать визу? Ну как заранее Я постараюсь Хотя бы Узнать Что мне для этого нужно Как Вот полностью подготовиться В общем Прям вот Полная готовность Ну к самому Ивенту К самому Получению визы То есть Вот все хочу Узнать Все хочу разознать Да к собеседованию Естественно Вот Хочу быть Как можно Более готовым Чтобы там не облажаться Чтобы точно получить визу Ну буду этим всем детом Заниматься К чему ты будешь Стремиться После того Как ты попадешь На TI Попасть на следующий TI Ну я на самом деле Тоже об этом раздумывал То что вот Попал в стар серию Откомментировал сезон Потом попал на ланы Как бы да Был на ланах Это здорово Попал на TI А дальше куда В принципе Все вроде бы конец Но на самом деле нет То есть я Как я уже говорил Потому что я в киберспорте Надолго И TI Все точно не кончится И следующим TI Тоже все не кончится Да я не знаю Вообще будет ли TI 6 Возможно там вообще Уже придумают Какой-нибудь зимний Летний интернешнл Я вот в принципе Хочу чтобы было Что-то подобное Чтобы было два турнира Ну как призовые делили То есть 20 миллионов Это слишком уж много Вот по десяточке туда И по десяточке сюда Все отлично Летний зимний Возможно будет Как-то делать так И откроет что-то новое А не за интернешнл Но это не суть важно В любом случае После TI Я буду продолжать Свою деятельность Комментатора Однозначно Только комментатора То есть Аналитики Или какие-то Еще разные Такие у нас Профессии Которые здесь есть А чем тебе не нравится Аналитик Нет Аналитик это здорово Но раз я стал комментатором Значит я должен быть Пока что точно Только комментатором Метаться из стороны в сторону Как по мне Не слишком профессионально И Возможно ты где-то Просто не усидишь На двух стульях Ты Быть постоянной Аналитиком И комментатором Это мне кажется Довольно сложно Изначально Ну то есть Нужно знать О чем ты говоришь Нужно точно знать О чем ты говоришь Это Трудновато Я все-таки Предпочитаю Оставить аналитику Старым Бывшим профессиональным Игрокам Я думаю Они намного лучше Разбираются в этом Чем мы комментаторы Наше дело Комментировать Как кстати говорил Факер В принципе Вот здесь я его Точно поддерживаю Говорит Аналитики Это аналитики Комментаторы Это комментаторы То есть Это совершенно Две разных профессии Комментатор может Присутствовать в аналитике Но Как-то все равно Уже будет не то То есть Должна быть Именно Студия аналитики И студия комментаторов Это немножко Все-таки разное Люди Пока что Не хотят это понимать Им без разницы Кто для них что говорит Главное Что бы говорили И Светили мордашками На камеры Ну что ж Мы с тобой будем прощаться Но Последнее Что я хотел бы У тебя спросить Скажи Если бы ты встретил Какого-нибудь Мудреца Который Допустим Может дать ответ На любой вопрос Что бы ты у него спросил Ну Который прям Все знает Абсолютно Вот если бы Такой человек В теории Да Если человек Действительно Который абсолютно Все знает И Можно узнать Любую-любую Сакральную тайну Что-то в этом роде Я бы наверное Спросил Самое Что-то Вот прям такое Действительно Интересное Которое Никогда Никто в жизни Не найдет И не узнает То есть А Ну здесь одно Опять же Я бы наверное Просто этого Мудреца уже достал От вещей Ну одно Наверное Все-таки У меня три варианта У меня три варианта Ответов Это первый Вообще Есть ли конец Космосу Ну то есть Есть ли что-то После космоса Что там дальше И так далее Второе Все-таки Как же появилась Там планета И люди Ну если какая теория верна И третий Есть ли что-то Вот как раз таки Всевышний Ну то наверное Второй И первый Точнее второй И третий Они чем-то связаны То есть люди Планеты И бог Да Вот Все-таки наверное Они как-то связаны Но все равно Я бы вот еще наверное Такой вопрос ставил Потому что Есть ли что-то Высшими Прямо силами Есть ли бог Действительно Я бы наверное Спросил что-то такое Есть ли там Рай и ад Как говорят Вот я бы наверное Узнал что-то из этого Но Если рассуждать Как бы Больше так вот Ну что бы мне хотелось знать Скорее всего Я бы оставил Вот это вот Если бог Оставил бы Как там Появились люди Опять же Это все теория Я бы наверное Спросил Что там дальше Космоса Есть ли чему-то Этому всему Конец Ну что-то на эту тему Как раз таки Что это все Удерживает Ну то есть Как Как вообще Это все Образовалось Наверное Из этой сферы Я что-то у него Спросил Всегда интересно Услышать Подобные вопросы Ну Все тогда на этом Всем спасибо за внимание Спасибо и тебе Вадим за интервью И тебе спасибо Всем пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...